Существует государственная поддержка, помимо находящихся на слуху горожан льгот, пособий и других выплат. С 2017 года Управление социальной защиты по городу Саянску занимается заключением соцконтрактов. Однако многие горожане, которым такой вид поддержки положен, до сих пор не знают о ее существовании. В 2020 году был заключен 21 социальный контракт на сумму 1 319 000 рублей. На полученное денежное средство 3 семьи приобрели теплицы и посадочный материал, 5 семей приобрели скот, птицу, сельскохозяйственную технику, 4 человека получили дополнительное образование, 3 семьи приобрели инструменты для различных работ и 1 человек занимается изготовлением швейных изделий. Все социальные контракты были эффективными и принесли людям пользу. Выделенное государством денежное средство можно использовать на обучение, организацию ведения подсобного хозяйства и другие виды трудовой деятельности. Результатом социального контракта должно стать увеличение дохода человека, устройство его на работу, регистрация как индивидуального предпринимателя или самозанятого, реализация в этой ипостаси изготовленной или выращенной продукции, ну и, следовательно, уплата налогов. Предоставление государственной помощи оказывается в том случае, когда доход семьи ниже существующего прожиточного минимума. И имеются обстоятельства, которые обуславливают низкий доход и независимый от гражданина низкий доход должен быть. То есть это может быть человек-инвалид, это потеря кормильца, это безработица, это утрата помещения, имущество движимого, длительное или дорогостоящее лечение, уход за ребенком от полутора до трех лет. В соответствии с существующими правилами есть четыре мероприятия, на основании которых выделяется денежное средство для заключения социального контракта. По словам начальника управления социальной защиты Сергея Кривопалова, существует несколько направлений, на основании которых выделяется денежное средство на заключение социального контракта. Первое направление – это поиск работы. Социальный контракт заключается на срок 9 месяцев. Человек должен обязательно стоять на учете в центре занятости. В течение одного месяца после заключения соцконтракта выплачивается сумма 13 012 рублей. И потом в течение трех месяцев после устройства человека на работу такая же сумма на протяжении трех месяцев выплачивается вместе с заработной платой. Одним из условий поиска работы человек может повысить квалификацию. За это мы можем заплатить в пределах 30 000 рублей. Следующее – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе деятельность в качестве самозанятого. Здесь срок контракта заключается на 12 месяцев, размер выплаты единовременно 250 000 рублей, также повышение квалификации, обучение можем заплатить в пределах 30 000 рублей, условия – регистрация в налоговой инспекции индивидуальным предпринимателям или самозанятым. Также государственную поддержку могут получить те, кто решил организовать собственное подсобное хозяйство. Данная помощь со стороны государства направлена на введение и развитие огородничества, выращивание домашней птицы и животных. Контракт заключается на 12 месяцев, также производится регистрация как самозанятого в налоговой инспекции, размер выплаты 100 000 рублей, значит при необходимости человек может пройти обучение, ну и тоже сумма в пределах 30 000 рублей. И третье направление – это осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданинам трудной жизненной ситуации. Срок контракта заключается на 6 месяцев, размер выплаты 13 000-12 рублей на протяжении этого времени. Основной целью соцконтракта является оказание помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, благодаря индивидуальной программе и социальной поддержке. Мы начали работать в этом году по соцконтракту с апреля месяца, заключено на сегодняшний день 48 соцконтрактов, по поиску работы 18, индивидуальных предпринимателей 24, личное подсобное хозяйство 3, по иным мероприятиям 3. Значит, индивидуальные предприниматели или в том числе деятельность в качестве самозанятого – это у нас пошив детской одежды, парикмахерские услуги, косметические услуги, маникюр, ремонт смарт-техники, изготовление мебели, столярные работы, ремонтно-строительные работы, химчистка. Личное подсобное хозяйство – люди заводят кур, поросят. В последний раз человек решил заниматься пчелами. В администрации города работает межведомственная комиссия по оказанию государственной социальной помощи, которая утверждает программа социальной адаптации граждан на обеспечивать взаимодействие с городскими, областными и федеральными структурами. По заданию у нас идет, по поиску работы у нас задание 58 соцконтрактов, индивидуальное предпринимательство 32, ЛПХ 2, мы договариваемся, чтобы нам дали еще, мы уже как бы это дело выполнили, и по иным мероприятиям задание 38. Сегодня социальный контракт рассматривается как эффективный механизм по снижению числа бедных в стране, поскольку задача государства не просто дать людям денег, а помочь им выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА